В России могут временно обнулить тарифы системы Платон для грузовиков. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азад. Это по-прежнему канал Автосправочное. Правительство России в марте 2022 года рассмотрит инициативу по временному обнулению тарифов действующей системы Платон. Я напомню, данная система функционирует в России с ноября 2015 года. Согласно условиям данной системы, перевозчики при проезде грузовика полной массой более 12 тонн платят за каждый километр проезда по федеральной трассе. Тариф этот ежегодно индексируется. С 1 февраля каждого года он увеличивается согласно изменению индекса потребительских цен за прошлый год. К примеру, в последний раз тариф индексировался 1 февраля 2022 года. Тогда он вырос сразу на 20 копеек. Причем этот рост был в два раза больше, чем планировалось, потому что прогнозное значение составляло рост на 10 копеек. На сегодняшний день, таким образом, фактически получается, перевозчики платят за каждый километр проезда по федеральной трассе 2 рубля 54 копейки. Понятное дело, что это проблема не только перевозчиков, потому что в конечном счете все это закладывается в тарифы, и в итоге вся эта тарификация, все эти платоны и прочая, вся эта нагрузка ложится также на плечи всех жителей России, потому что все это в конечном счете отражается в ценах на топливо, на продукты, на какие-то бытовые товары и так далее. В рамках разработки антикризисных мер временная отмена тарифа Платон как раз-таки вошла в перечень данных инициатив и предложений. Согласно информации, которую озвучила сегодня газета «Ведомости», Минтрансу и Минфину, двум этим ведомствам поручено до 31 марта 2022 года проработать данную инициативу и подготовить соответствующий проект документа. Предполагается, что согласно этому документу тариф Платона будет временно обнулен сроком на полгода. Каким именно образом это будет осуществлено, пока понятное дело точно не ясно, потому что нет этого документа, никто его в глаза еще не видел. Однако я напомню, что до 1 января 2019 года в России действовал так называемый налоговый вычет, то есть грузоперевозчики могли уменьшить сумму транспортного налога на вот эту вот сумму, которую они в течение года внесли в эту систему Платон. Таким образом, получалось, что они как раз таки получали налоговый вычет в размере вот этих платежей по системе Платон. Вполне возможно, что для упрощения, для ускорения этой процедуры подобная же схема будет применена и в 2022 году. Чем же все это закончится, мы узнаем уже в ближайшие недели. Как только появится уже подтвержденная подписанная информация, я обязательно про это более подробно расскажу. Что вы думаете по поводу этих изменений, как вы к ним относитесь, вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok